Я бы хотел прежде всего узнать, из каких городов мы сейчас общаемся, что у нас в географическом смысле. Вот Екатеринбург. Я вижу, что сейчас 17 участников. Зарегистрировалось около 32 или 33. Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. Мы сделали специально 12 часов, чтобы можно было подключиться даже к Владивостоку. Не знаю, насколько это правильно, но как-то справедливо, по крайней мере. Красноярск, Екатеринбург. Ну, здорово. У меня всего на предварительной записи около десятка вопросов. Еще один вопрос появился уже в письменном виде недавно. И половина из них, если не 70%, относятся к голоданию. Есть хитрые вопросы, связанные с заболеваниями сложными и прочими. Прежде всего, я хочу сказать, что я, в принципе, никакого отношения к медицине не имею. И не берусь лечить ни одной болезни. Но я знаю одно отличнейшее правило, что здоровый образ жизни еще не помешал ни одной болезни. Вот это самое главное. Это все равно, что вы можете... Надо привыкать, чтобы залезть в грязь и привыкнуть вообще к плохому состоянию. А вот из грязи можно вылезать моментально. И чем быстрее, тем лучше. Попал под душ и явно будет лучше. Вот общая стратегия нашего разговора. Еще раз подчеркиваю, что я доктор технических наук, но я никого не лечу. Я веду тему, связанную со здоровым образом жизни, поскольку она является причиной болезни. Источник болезни – образ жизни. Вот если вы себя довели в состояние, когда у вас что-то болит, то первое, что надо сделать – поменять образ жизни, то есть убрать причину. А вторая уже тема – идти к врачу, тестироваться, проверять, что у вас там с анализами и так далее. И уже совместными усилиями с врачом и со здоровым образом жизни вы точно вылезете. Но чуть попозже я эту тему отдельно разовью в небольшом введении к нашей дискуссии. А в целом вот такая, на мой взгляд, ситуация. Ну, у нас сейчас уже появилось 20 участников. Оставшиеся 12, наверное, подсоединятся чуть попозже. Если мой модератор не против, у меня модератор Олеся. И можете ей писать тоже письма, но все равно она собирает, как бы готовит, уже обобщает вопросы. И я буду отвечать по возможности на общие вопросы. Итак, все видят картинку, которая показана с правой стороны. Я минут 15 поговорю о том, чего нету в книге. Я хочу просто сделать небольшое введение. У меня книга 2008 года, а сейчас уже 16-й, прошло 8 лет. 17-й, пардон. Прошло 8 лет. И естественно, что я чего-то узнал, что-то понял. И вот мне хотелось бы это все изложить очень коротко, если нет возражений. А потом я перейду уже к вопросам до потери пульса. У нас примерно часа 3 заказано вебинарное время. Так что я на все вопросы отвечу рано или поздно. Итак, смотрите. Вот сухой А100, итог кругосветного исследования. Это не ралли, а не автогонки. Это мы использовали машины. Просто хотелось как бы побыстрее и более эффективно провести вот эту задачу, в которую мы поставили с институтом народно-населения Академии наук. В этом же еще участвовал активно АвтоВАЗ, норвежская компания Longevity. и МИРАА, это институт, где я, собственно, и есть профессор. Смотрите, в сухом остатке что получилось. По вертикали у нас ресурс здоровья. Ну, как только человек родился, у него 100% ресурс или вот он равен единице. К сожалению, дальше человек смертен, поэтому в зависимости от страны, условий жизни и чего-то еще, ресурс начинает падать. Ну, хорошо бы, чем медленнее, вообще бы лучше бы не падал, а где-то сразу раз и нету. Тогда у нас бы полная жизнь, но, к сожалению, она падает. Тем не менее, статистически установлено, что ресурс между единицей 0,75 является зоной активного долголетия. Врачи это называют зоной практически здоров, хотя врачебную оценку я не очень поддерживаю, поскольку, вот скажем, если вы землекоп и у вас болит нога, то вам дают бюллетень и врач говорит, вы не можете работать, значит, вы нездоровы. А если вы писатель и у вас болит нога, та же нога, то тогда ручку вы можете держать в руках, но все практически здоровы. Более правильное определение – это вот определение ресурса от единицы до 0,75, где вы находитесь. Потому что иногда просто кофе можно выпить, сделать зарядку, погулять на свежем воздухе, и вроде все хорошо и все нормально. Так вот, главный итог этого исследования заключается в том, что вероятность выживания на уровне 0,5, вот по вертикали у нас ресурс здоровья, по горизонтали возраст. В среднем, на планете, с учетом сегодняшней не очень хорошей экологической ситуации, каждый может дожить в среднем, я еще раз подчеркиваю, 144 года, но считайте 150 лет. Это в среднем, может быть, дальше или меньше. Если вы в зоне, хотите, как бы, быть в зоне практических здоров, то это тоже в среднем, вот, 122 года. И всегда нужно говорить о вероятностном возрасте, только в том смысле, что говорить о предельном возрасте, что всегда эта цифра вероятностная. Ее можно проскочить и вперед, и назад, и вот это вот вперед и назад как раз и определяет условия жизни. Это вот первый итог, что в среднем человечество живет всего 50 лет. Это опять в среднем. В богатых странах 70-80, но некоторые там проскакивают чуть побольше, там 82, я видел 83, но в целом не доживают. Если 50 лет, то это 30%, если 80, то это наполовину. Не доживают. И основная причина условия жизни, в которые они себе создали, или попали, или это случайно, или каким-то образом было так получилось. Вот наша с вами задача, так по-крупному. Оказаться в зоне активного долголетия – это первое. И для этого построить свой образ жизни так, чтобы оказаться в этой зоне всегда. Я считаю, что самый удачный способ сначала узнать, где я есть. Есть, ну вот, параллельно с этими исследованиями, я работал, будучи математиком, я работал долгое время, прям практически лет 20. Сначала собирал статистику, потом ее превратил из таблиц в математические формулы. И в конечном итоге была разработана программа тестирования. Я обратил внимание, что книги покупают по 2-3 штуки, что называется, в день. Тестируется практически 1-2 в месяц. И то это было случайно, хотя была выброшена там бесплатная программа тестирования. Сейчас мы наладили программу тестирования платную, но зато она надежна и точна, и полна оценит, где вы есть. Если вы вот в этой точке, то вы тогда можете спокойно оглядеться, посмотреть на свой образ жизни и переехать на следующую кривую. Вот подальше туда. Вообще желательно туда все подальше. Если вы в зоне, а вот это зона патологии, по китайской идеологии, это у вас больше трех болезней. Организм такая у нас хитрая штука, что он компенсирует болезни, и они как бы, одна система там частично компенсирует, другой до определенного предела. Поэтому вот первое, если вы здесь нашли, нашлись, вернее оказались, то исследовать надо свой образ жизни, перебраться вот сюда, и затем посоветоваться с врачами. Патология, это у вас что-то уже частично отвалилось. Ну вот условно, если у вас почки больные, там миллионы глубиньков, часть из них как бы исчезла, или там не работает. Значит, нужно щадящий режим для почек отработать и так далее, но это никак не влияет на то, чтобы поменять должны образ жизни. Это надо сделать грамотно. Вот здесь совместные усилия врачей и вот таких деятелей, как я, по здоровому образу жизни, как раз и помогут нам сдвинуться в этом направлении. Ну и, наконец, зона зона дожития. Если вы вот на этой кривой, если вам не 144 года, всегда вы можете перебраться в зону активного долголетия. Что-то с вашими условиями жизни было не так. Прежде всего, надо сделать все медицинские анализы, понять, где у вас что болит, но основной фокус, на который надо прицелиться, это образ жизни. Все, что можно в ваших условиях, надо поменять, чтобы вот сюда снова перебраться. Лично я, болевший, лежавший в постели 6 месяцев, 5 метров с костылями добирался до туалета, мне удалось вылезти вот сюда, просто поменял образ жизни. Ничего, ни одной таблетки, ни каких-то там специальных инъекций, ни пачки витаминов, ничего такого не было. Просто перебрался образом жизни. В частности, мне помогло голодание. Кстати, это не обязательное условие, но оно ускоряет процесс, если делать это грамотно. не могу похвастаться, это очень коротко, но, по крайней мере, мне самого понравился. Если посмотреть продолжительность жизни или вероятность выживания лидеров в России, прямо от самого Рюрика до Путина, просто очень интересная ситуация. А Рюриковичи первой волны, это 1862 год, 1120 год, жили в среднем 65 лет, при этом средний возраст населения был где-то 27 лет. Уже следующая волна до 1598 года, 1598 года, Рюриковичи жили поменьше, и поэтому потеряли как бы власть, эта династия потеряла власть, а средний возраст населения был уже 32 года. За этим последовали Романовы, Романовы, ну, у них средний возраст 43 года, при среднем возрасте населения 35-45 лет. То есть, обратите внимание, если вы хотите управлять небольшой компанией, большой компанией, страной, желательно, чтобы возраст руководителей был потенциальный возраст руководителей, а не в количественном выражении, был на 15-20 лет выше, иначе руководить не удастся. Романовы за 300 лет потеряли правление, по моим понятиям, как бы, общего характера, именно потому, что им некогда было править. 43 года вот средний возраст этой династии. Но это так для спортивного интереса. А вот главный, главный ток. Смотрите, где заложены, ну, у нас есть два вида ресурсов. Личный ресурс здоровья, сумма его 265 лет. Общественный ресурс здоровья тоже 60 лет. Он бы был больше, но сейчас вредные привычки и все, что связано с экологией, к сожалению, придушили ранее очень большой ресурс. Но такова жизнь. Итак, у нас в принципе 265 лет плюс 60 это идеальная цифра. До нее бы хорошо добраться, но жизнь расставляет все на свои места, потому, что не у всех все получается или заранее нельзя предсказать все, что надо делать потом. Смотрите, есть в личном ресурсе два раздела. Это потребление и регенерация. Потребление. Ресурс 150 лет. А вот этот пунктирчик проведен под всеми видами ресурса и показывает, что он используется всего на 16 лет. Потребление воды всего используется на 12 лет, когда тут почти 40 лет питания. 11 примерно лет, а 18 лет у вас еще дополнительно есть. то есть это вот самый главный показатель. Вот здесь надо работать. Следующее, регенерация. Невозможно потреблять, не очищая организм. Самая мощная система это движение, к сожалению, используется только на 50%. И второе, это очищение. Но руководит всем этим очищением, потому что речь идет и не только о физическом, но и психологическом очищении. Руководит всем этим процессом просто это дело на психологическое подготовка, в общем, психологический фокус. И про него не стоит забывать. То есть если вы решили, вот смотрите, если вы решили быть здоровым, то тогда вы начинаете двигаться, очищать себя, питаться правильно и так далее. То есть вот, короче говоря, вот эта зона должна быть зоной главного вашего внимания. семинара мы запишем и потом вам его покажем. в смысле он будет записан и как-то его опубликуем. Так что что-то, ну что-то, что можем в этом плане сделаем. Итак, я продолжаю эту, вернее, заканчиваю проблему ресурса здоровья. Самый большой ресурс здоровья заложен в газовом обмене или в дыхании, попросту говоря. вот он используется на 16% в среднем, а 46% остается неиспользованным. И поэтому все усилия нужно тратить в разделе потребления на этот процесс. Но начинать надо всегда с питания. В свое время мы подготовим большой семинар и связанный цикл семинаров связанный с питанием. Потому что начинать нужно с питания. Это ключ к тому, чтобы двигаться, очищаться, дыхательной гимнастике сделать, потребление воды и все. вот такова как бы итоговая ситуация с этим процессом. процессом. Ну, я с вашего позволения сейчас я взгляну. Ну, это я уже вот рассказал. Все. Кроме вот одного еще. вы вот я понимаю, что слайды все видят. Значит, общая стратегия жизнеобеспечения. Но начнем с того, что человеческая популяция бессмертна, как она себя запустила. А она построена на том, что есть каждый индивидуум смертен и он строго говоря нужен, пока у него есть репродуктивный процесс. Закончился репродуктивный процесс, строго говоря, для популяции вы не нужны и начинается болезнь от Гельбсера и еще что-то такое. В общем, потихонечку или напрямую эта система начинает включаться. Наша задача с вами максимально замедлить процесс старения как и вот это как до, так и после начала полового созревания и после его окончания. В общем, так попросту это генеральная задача. Ну и последнее. Чтобы выбраться на новый уровень, в общем-то говоря, очень просто. Вот смотрите, у вас есть некий уровень здоровья, вы отправились в отпуск, поменяли образ жизни, что-то вы сделали хорошего в своем как бы образе жизни, так или сяк. Ну вот если я возьму простой пример, вы отправились в отпуск, через 5 дней вы выспались, поплавали, поиграли там во что-то, ну это не относится к тем, кто приезжает в отпуск и неприобудно что-то там пьет и иногда не очень правильные напитки, а вот у вас заметно улучшилось состояние, попросту говоря, ресурс здоровья. Ресурс здоровья как бы полный адекватный как бы параметр связанный с тем, что вам стало лучше. Вы из отпуска приезжаете, у вас все туда же приходит, причем быстрее, чем забираетесь наверх. Но если вы задержитесь на этом уровне, ну на пляжах и на этих задержаться трудно, поэтому вам нужно поменять образ жизни вот по той программе, о которой я говорил, личного и общественного ресурса. Тогда он все равно будет медленно падать, и вам нужно через какой-то срок, примерные сроки, где-то полгода, вам нужно снова поменять чуть-чуть, уже совсем чуть-чуть образ жизни, и опять окажетесь на новом уровне. И таким образом у вас будет новый ресурс здоровья. Вот я этим 30 лет занимаюсь, поэтому пока еще жив. и как бы насколько я понимаю, это у меня около 30 тысяч последовательно, это судя по письмам, по информации в прессе и прочее. Но вот кто-то там видел статью в журнале Story. Мой приятель Эдуард Тополь довольно четко изложил, что к чему там, хотя сам он старается тоже что-то, ему не все у него получается. Итак, я начинаю от вот собственно это стратегия всего. И здесь я вот что-то еще раз уже который раз хочу сказать. Прежде чем надо прочитать книжку раз, но прежде чем браться за свой образ жизни, его менять в рамках ваших возможностей. Еще раз подчеркиваю. Следует протестироваться и понять где вы сейчас есть и какие из 12 ресурсов здоровья личного и общественного у вас хуже и лучше и прочее. И по возможности начинать с самого плохого результата в вашем деле. его надо подправить. и после этого уже это будет тогда грамотный подход. Потому что судя по вопросам которые я получаю и сейчас вот уже есть все мечтают о таблетке или проголодало все пройдет. Да если вы просто проголодаете а потом вернетесь в старый образ жизни только хуже будет и это основная ситуация в которую попадают ну 90% тщательно изучить что как надо выйти это вам мало если вы не поменяете образ жизни тогда считайте что вы зря голодали вы себе только повредите и это судя по вопросам около 8 вопросов связаны с голоданием именно на эту тему сейчас я на каждую из них отвечу итак ну вот первый вопрос ну он общего характера но я хочу выразить благодарность и так далее как вы считаете что ждет планету если численность населения будет продолжать расти вот тут мнение великих экологов и специалистов разделились ну еще мальту сказал что популяция человеческая популяция сама себя съест рухнет и так далее но что-то вот мне подсказывает что еще есть так называемое слово прогресс прогресс связанный с значит что делает человек он просто естественную среду превращает в искусственную вот у нас есть некая поверхность земная поверхность скушена примерно процентов на 30 с водой с водной ресурсом больше дело обстоит лучше там всего 5-6 процентов то есть естественной среды водной осталось 95 а земной поверхности где-то 70 и отсюда значит но обратите внимание что что творится с прогрессом но если раньше у меня был компьютер размером со стол то есть я должен переработать был там кремнии и прочих материалов и так далее сейчас у меня компьютер в ладошке и я его то есть потребление природных ресурсов попросту говоря как бы резко сокращается быстродействие всех систем и прочее растет и вот вторая группа специалистов считает что в общем-то можно замедлить эту систему таким за счет прогресса тут есть и еще одна как бы идея ну давайте договоримся он в париже пытается договориться о климатических климатических ограничениях верняк о выбросе вредных веществ и как бы остановить нагревание планеты и там действительно серьезные вроде бы некоторые говорят вещи но мне здесь трудно что-то сказать в общем численность населения точно будет расти а вот как это все стабилизируется мне все-таки ответить трудно хочется верить что все будет хорошо так второй вопрос интересует вопрос правильного дыхания какое дыхание в обыкновенной жизни наиболее рациональное как приобрести привычку правильно дышать вот это совершенно в точку ресурс по газовому обмену 62 года используется он там на копейки на 16 лет вместо 62 и здесь бездонный практически ресурс что такое газовый обмен газовый обмен в целом это окисление продуктов оставшихся по тем или иным причине в организме окисление и выведение без этого окисления нет этого введения это грубая схема и есть еще один такой момент который йоге уже там 6000 лет назад узнали кроме окисления еще углекислый газ и вот парциальное давление углекислого газа и кислорода и его оптимизация там в книге это подробно описано и есть как бы идеальное потребление газового газа или газового обмена вот туда надо попасть есть простеньких 6 дыхательных упражнений там вот дама по фамилии стрельникова раньше и так далее все по сути дела одно и три два из этих шести классических упражнений дыхательных использовали и всем помогало и это правда даже но классическая система она на то и классическая что она все случаи жизни перекрывает мое глубокое убеждение что 6 дыхательных упражнений которые описаны в книге вы легко их там найдете это ключ к победе я тут относительно недавно вот проводил один вебинар и показал там более сложную дыхательную гимнастику связанную с вибрацией центральных центров но в общем-то хочу сказать вот принципиально если вы делаете йогу то обратите внимание йоговские упражнения они доступны всем от детей до 90 до 100 лет все могут их делать обратите внимание что любое упражнение в цикле дыхания то есть как вы только упражнения вы как бы начинаете упражнения по йоге вы тут же дышите циклически в соответствии с движениями и это уже дыхательное упражнение строго говоря определение дыхания это контроль за дыханием вот поэтому во всех упражнениях йоги что бы вы там ни делали от первой от второй до восьмой ступени контроль дыхания является всегда под контролем внимания то есть вы всегда правильно дышите ну и отсюда что делать начинать с динамической йоги которая там опубликована статической йоги это уже у вас будет полтора часа дыхательных или там 20 минут сколько вы там себе выделили времени дыхательных гимнастик заканчивайте шестью упражнениями это буквально пять минут и это вам добавить шесть-восемь лет жизни просто так что называется за здорово живешь не надо искать ничего хитрого вот жизнь намного проще и вот эти идеологии жуй масло и все пройдет потребляя серебряную воду и все пройдет опять же и так далее это неправда система работает система здорового образа жизни она из 12 направлений состоит и все надо учитывать так третий вопрос вопрос по поводу голодания если нет никаких сложных диагнозов но хочется сделать курс голодания для ощущения организма и лучшего самочувствия то какой длительность голодания нужно выбрать как правильно к нему подготовиться и как выйти что можно пить кроме воды во время вот серьезный вопрос мне он очень нравится поскольку он грамотно построен как раз надо начинать когда нет никаких сложных диагнозов к сожалению включая меня я поумнел когда уже оказался в постели и я был лично знаком с юрия сергеевич николаев который 92 года пропагандировал лечебное голодание и у нас единственная страна в мире согласно которой голодание это лечебный процесс и это министерством зарегистрировано все другие врачи которые говорят что голодать вредно неграмотные просто не понимают то есть надо им соответствую раздел выучить называется ртд этот раздел в медицине причем в медицине поэтому я сразу вот тут упреждаю несколько вопросов связанных что вот мне врач не советует у меня съестся желудок и прочее кстати про желудок стандартное 21 голода вылечивают практически любую язву так что все здесь правильно но нужно делать это грамотно и так далее первое первое голодание нужно обязательно проводить под контролем лучше специально врача если нет то по крайней мере человека который 30 лет голодал вроде меня а вот дальше вы можете самостоятельно голодать но вот я сейчас читаю вам отвечаю на ваши вопросы я сегодня на 12 дне голода ничего со мной не происходит и желудок у меня до конца не съеден видимо раз я еще живой и так что надо делать значит первое до того как начать голодать нужно поменять образ жизни на такой который бы выглядел по графику вот вы протестируетесь у вас будет видно вы практически здорово или вы здоровы или вы где-то там уже в зоне патологии если в зоне патологии надо разобраться что у вас там болит потому что есть противопоказания по голоду совершенно четкие там и их надо учесть если у вас как вы пишите ничего не болит никаких диагнозов плохих нет то первое две лучше полторы две недели перейти на достаточно жесткое вегетарианство это вот по книге там посмотрите это младо вегетарианство или вообще можете более жесткую систему старое вегетарианство но это как бы первое при этом вот эти две недели если вы не будете делать зарядки и мое глубокое убеждение что лучше вот этих двух зарядок которые я публиковал я просто не знаю хотя вы можете другим то есть много и хорошо двигаться примерная цифра от 45 минут чем больше тем лучше это второе ну дыхательные гимнастики надо просто выучить это вообще 6 минут если вы не находите 6 минут значит вы просто плохо организованы и вот после этих полутора двух недель вход в голод становится простым и что значит я не не владею совершенно сухим голоданием я считаю что на голодание должно в моем моем опыте я не знаю может сухое голодание тоже я видел чудеса которые после этого голодания видимо правильно проведен я не специалист а вот с водой мне все понятно пить как надо как можно больше обязательно двигаться полтора два часа это и делать двигаться я имею ввиду вот эти динамическую статическую йогу и уж там дыхательная гимнастика и все остальное можно спокойно тоже как бы ну как бы обязательным является явлением теперь вот и следующий как правильно что дальше делать значит пить надо ну пить надо чистую воду я могу здесь сказать не надо отравливаться не надо ничем травиться чистая вода идеально как можно больше вот мой старинный приятель Сергей Бородин который к сожалению относительно недавно ушел вылечил болезнь Бехтерева пил 25 литров в день лежа с мочеприемниками и так далее болезнь Бехтерева считается практически неизлечимая но я про него снял фильм как он после этого как он вылечился бегал 20 километров и так далее у меня этот фильм где-то есть и наверное его надо конечно опубликовать это мое большое большое упущение с какого возраста начинать практиковать голодание ой ну с возраста скорее всего осмысленного так по идее и вот у меня знакома швейцарская семья они викторианцы в четвертом поколении я видел этих здравяков детей которые плавают там одна девочка там в нашей терминологии там мастер спорта по плаванию другая это ничего с ними не случается кстати Юрий Сергеевич Николаев который боролся за это голодание он был второе поколение который придерживался голодания и сейчас его сын с семьей ну по крайней мере у него шестеро детей что-то об этом наверное говорит так что не бойтесь вегетарианского питания но и не превращайтесь фанатиком в праздники в новый год вы можете съесть котлету и вы увидите запах обычно вот запах прямо это никаких сил вы начинаете есть котлеты и на вкус но резина да и только и когда вы грызете морковку или огурец там брызгает свежим соком и кажется все очень хорошо но тем не менее не превращайтесь в фанатиков фанатики это всегда плохо ну вот это вопрос по голодания очень грамотный вопрос что делать называется я там по возможности в книге это все изложил но вот мой опыт показывает что если не доходить до сумасшествия сразу по многу голодать а вот постепенно там первое надо вот и лечебный процесс голода начинается с третьего дня примерно когда организм переходит из внешнего как бы питания на начало вот эти три дня там есть гликоген в печени еще что такое то есть в общем это процесс все так стабилизации процесса вот начиная с четвертого примерно с пятого дня организм переходит на внутреннее питание когда он ест командует парадом поскольку вы ничего плохого не засовываете в организм командует парадом гипоталамус и у него там строгая иерархия до самой смерти нервной системы исчезает всего на три процента до самой смерти обратить жир исчезает до ста процентов как положено мышцы где-то на 70 их берегут но вот я голодал 33 дня вот первый раз когда я голодал я каждый день делал подъем разгибом кто понимает на перекладине и до самых 30 дней я его делал те мышцы которые работают они так и оставались рабочими так что не пугайтесь когда вас неграмотные врачи говорят что голодать вредно так еще один вопрос ну вот профессор доктор биологических наук сергей васильев утверждает что стволовых клеток нет и не существует а те клетки которые сейчас называются словами просто клетки кроветворного ряда и это было открыто гистологом максимум сто лет назад что вы по этому полностью думаете господи значит ну если это вопрос терминологии то это не ко мне я не специалист по стволовым клеткам но что я могу сказать и я проделал на своей собственной шкуре в центре в центре акушерства и гинекологии есть уникальная лаборатория которая имеет международное оборудование по международному стандарту по измерению стволовых клеток вот если я правильно говорю там плюс 36 кажется этот метод стволовые клетки дорогостоящие исследования примерно около полторы тысячи вот одно исследование долларов такая такой вот берут кровь и значит там определяют вот эти клетки на очень дорогом вот этом оборудовании но они их называют стволовыми клетками я о чем могу сказать я могу одно сказать что я измерил эти стволовые клетки до входа в семидневный голод назовем этой единицы к седьмому дню стволовых клеток стало ноль ну условного ноль половина врачей вокруг меня крутились а все это делали только профессиональные врачи я там как бы был подобным кроликом наполовину говорили ну вот до чего доводит голодание если у него и стволовых клеток не осталось как там регенерируются организмы и прочее было кругом были одни как бы печальные лица значит но что меня у самого удивило я кстати вошел по системе которая вот я тут только что рассказал что я правильно там две недели строго там на вегетарианстве зарядки там и все и во время голода я уж под всем правилам но думаю эксперимент есть эксперимент вышел в первую же неделю стволовых клеток но в конце первой недели стволовых клеток стало в два раза больше в два раза но и тут мне уже профессионалы стали объяснять что вот видишь теперь значит вот плохие клетки были съедены во время голода поэтому ничего не восстанавливалось а эти пустые места теперь заполняются чистыми правильными клетками поскольку регенерация ткани только за счет стволовых клеток которые в основном где-то в костях лежат на вторую неделю уже в три раза а на третью в четыре ну и я чувствовал я прыгал через ступеньки намного моложе и глаза у меня сверкали лучше чем обычно и жил я в общем чувствовал я себя намного лучше я без них это знал в принципе и это моя была инициатива предложить провести такое исследование я им предложил дальше но они сказали что уже очень дорого хватит развлекаться но я могу сказать что примерно на три месяца эта технология как бы вот восстановление организма работает так что ничего не могу сказать про этой Сергея Васильева может он и прав или не прав но есть инструментальный метод и мое самочувствие который показал ну точно работает голод на вашу вашу пользу а глубокие научные исследования там на мышах и на других зверях подобных безусловно показали мыши в 13 раз чуть ли не там живут дольше чем простые мыши а вот моего биолога приятеля я уговорил из Вивария где там вонища грязь и прочее они этих мышек осень обычно забивают и он мне там все время рассказывал что вот он там какое-то лекарство на нем испытывает и на 7 процентов мышка стала жить дольше и так далее я говорю да тут смотри вонища какая и он не поленился одну мышку взял себе домой кормил ее что называется со стола держал ее на балконе и она в два раза дольше прожила просто так так что голод не простая штука но что пока что научно доказан единственный способ продления голодания я вам ну что уж я там ленинград все кто выжил после ленинградской блокады живут почему-то дольше это есть опять же статистика да поэтому голодали так стволовые клетки пятый вопрос во время попытки провести сутки голодая на 18-м часу у меня появились горечь в арте и поболел желудок можно голодать если есть гастрит рефлюкс и эрозия в 12-й першной кишке и очень давно обнаружили и очень давно обнаружили некалькулезный холестерид ну что могу значит как всегда вот попытка съесть таблетку и выйти здоровым из больницы фокус не прошел значит чего нужно было сделать вот все тоже значит у меня был и гастрит и пардон не гастрит у меня была язва и язва 12-й перстной кишки когда я вот эти 33 дня начал голодать все прошло пока что господи я не знаю что там творится но судя по всему все хорошо пока значит надо войти было по правилам вот эти две недели как я вот только что рассказывал по третьему вопросу дыхательной гимнастики зарядки и прочее войти в голод правильно если у вас там такое количество болезней очень желательно подконтрольно врача значит просто следить чтобы никакого там вдруг кровотечения началось еще что-то такое вот и ну это была любимая болезнь которую лечил Николаев гастрит язва там все что связано с кишечником точно лечится вы перестаете туда валить в этот кишечник чего вы там то вы не попадись и он оживает у нас организм если вам вам не сто сорок четыре года как-то с этим сам справляется то есть попусты не организм гипоталамус как только вы туда ничего не засовываете он начинает спокойно работать а только вы собрались только он начал чего-то делать туда раз пол литра водки и чего вы хотите тогда от этого лечебного голодания ну никогда не забуду мне звонил из Сибири прораб который на стройке работает ну видимо очень здоровый мужчина он проголодал тридцать сейчас двадцать один день это он звонил в январе это было вот относительно давно ну лет пятнадцать назад но уже сейчас не помню и звонит и у него был единственный вопрос я вот уже смотрите двадцать один день голодаю чувствую себя нормально я там вот я говорю кем работаешь он говорит прораб на стройке это был январь но я думаю вокрепыш и он говорит ну можно я теперь стаканчик водки то выпить я уже устал тут от этих всех процессов я полтора часа пытался наставить на путь истины не знаю наставил или нет но вот пожалуйста без этого так о и меня мучил мучает непроходящий свистящий шум в голове вызываешь нарушение сна повышенную давление врачи не могут определить причину возникает шума ставить диагноз полностью здоров о шум беспокоит то есть практически здорово шум беспокоит больше года у меня шумело было я вам сейчас прямо расскажу что было значит ну я не хвастаюсь но информация такова что у меня около шести переломов и последний раз когда я переломался естественно я лежал там уж совсем нечего говорить было об движении поскольку я сломал сразу две пятки и никаких шансов я пытался там подтягиваться еще что-то такое и что вы думаете у меня вот то что появился этот самый шум в голове пошел к врачу не пошел а поехал к врачу когда я так более-менее зашевелился поехал к врачу он мне сказал что проще говорит я вам подарю наушничек такой вы что любите классическую музыку или рок-н-ролл шум и я вам повешу вот эту ерунду на ухо и вы все время будете классическую музыку слушать и шума не будете слышать но я сказал спасибо пошел домой и запустил свою жесткую программу они там вот описаны в книге там где называется что делать через две недели шум у меня прошел но у меня есть еще более интересные случаи в бурятии я проводил семинар по активному долголетию и ко мне подошел мужчина лет 35 так вот он сам спортсмен бывший он преподает физкультуру тот период когда он ко мне подошел у него слезы на глазах и он говорит Юрий Петрович я стал снова слышать вторым ухом а что мы делали вот этот семинар был довольно жесткий мы утром в 6 часов мы все собирались там человек под 100 было это в свое время президент Якутии Гуряти Наговицын организовал такой семинар на все специалисты по здоровому жизни физкультурники там и все директора вузов и школ он всех собрал я с ними проводил двухнедельный семинар и вот этот значит молодой человек рассказывает что у него был там сильный отит его залечили и он этим ухом вообще не слышал а мы тут делали каждый день перевернутые позы две зарядки правильно питались и так далее представляете в Бурятии я им уговорил пару недель мясо не есть и прочее и вот этот парень выздоровел ухо у него плакал знаете плакал так что даже не беспокойтесь все будет нормально хотя это не бесплатно что называется то есть работать придется так и шестой седьмой о семь сколько нужно голодать чтобы восстановить хрящ при коксартрозе три четвертой степени лучше голодать на сухо или на воде ой 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 прямо я не знаю значит еще раз если только голодать а потом ничего не делать до и после то вообще не поможет а станет хуже это я уже много раз говорил при любой болезни не только коксартрозе здоровый образ жизни точно улучшит ваше состояние включая коксартроз ну я вот точно знаю что касается меня у меня врожденные легкая дисплазия и правого и левого тазобедренного сустава один сустав мне просто я бегал 42 километра пожалуйста заметьте 42 километра это не детский сад значит пожалуйста на боли спине мне стали туда колоть какое-то там лекарство артипарон называется ну и занесли заразу воспаление сустава и у меня там развился этот самый коксартроз как надо но если посмотреть на мой тот так называемый здоровый сустав он меня не болит вот сколько уже прошло и я мастер спорта по борьбе с самбо то есть эти нагрузки были сумасшедшие и прочее я веду здоровый образ жизни мой тот сустав который вообще говоря по снимку выглядит кошмарно не болит вот не болит усвойте вот это вот простое правило а этот с этими значит как бы с ним я возился много лет прежде чем он там пришел более-менее порядок но кости не восстанавливаются назад хрящи и кости назад не восстанавливаются вам там скорее всего но что они делают они сами находят то место где не болит если вы непрерывно двигаетесь вот я обращаю ваше внимание что если вы начали идти в первый момент у вас жуткие боли ну все останавливаются и ложатся все это конец значит минут через двадцать я про себя рассказываю боль те времена когда я этим занимался проходил и я вроде шел и шел но не только не ложится да и наступает момент когда снова начинает болеть просто надо подождать или как бы отдохнуть и что-то еще вот если этот сустав вот таким образом тренировать то рано или поздно там чего-то появляется ну врачи говорят какие-то ложные суставы еще что-то вам плевать как все это называется с этим можно жить нога не станет длиннее или еще что-то такое но при движении сустава что-то происходит положительное и он приспосабливается опять же невозможно ничего сделать если вот 12 правил активного долголетия вы не используете пить водку и даже ходить не поможет классический здоровый образ жизни первое правило когда вы вышли на предел ваших возможностей по здоровому образу жизни начинаете прицеливаться на сустав вот задача такая сначала образ жизни потом детальна какая-то болезнь которую вместе с врачами там еще как надо пытаться выяснить диагноз ну другого я ничего не могу сказать вот сухой голодатель на воде я считаю что на воде но просто я не специалист по сухому голоданию не понимаю в нем ничего так а вот серьезный вопрос который я так вскользь упомянул у меня коксартроз 3 4 степени двусторонний двусторонний и болезнь бехтерева ну вы описывали в статье 20 лет без коксартроза но почти ничего не могу сделать из-за потери подвижения плюс ко всему сильное мышечное истощение какие упражнения и так далее чем лучше питаться мясо не ем совсем перехожу постепенно сыроедение так вот это серьезно значит но у меня болезни бехтерева никогда не было но у меня был приятель Сергей бородин я уже про него рассказывал значит что сделал у него была болезнь бехтерева он лежал а болезнь бехтерева довольно противная штука и врачи считают что это безнадежная болезнь но я вот про сергея бородинак я упоминал прям фильм снял и так далее он выздоровел на моих глазах значит он был кандидат биологических наук думающие и прочее на он значит как по поводу голодания он голодал и пил лежа и сутки пил 25 литров воды он там мочеприемник там и так далее в общем целое дело по тем временам еще воды то не было качественно но я как-то хитро отстаивал водопроводную воду это сейчас можно там купить воду иногда и правильно хорошую и прочее и поскольку болезнь бехтерева по его рассказам если начинаешь долго голодать обостряется он шесть дней голодал это я все по сергею бородину у меня этого процесса не было шесть дней голодал потом выходил вел естественно здоровый образ жизни которому я сейчас уже много раз рассказал и и затем снова голодал на воде и проводил не каждый день но вот эти самые 25 литровые потребления воды он выздоровел болезнь бехтерева невозличима не могу не упомянуть одного своего нового относительно знакомого его зовут Сергей у него артрит всех суставов и это у него в какой-то степени наследственная болезнь его мама в 50 лет умерла а он два года болтался в коляске и тоже собирался тихо помереть но попалась ему вот моя книжка и он скрупулезно по все что там написано вот эти графики и так далее и выполнял и стойки на голове там по 7 секунд в неделю добавлять он по 7 секунд добавлял и он ко мне пришел совершенно здоровый и я познакомился случайно с ним он приобретал 6 книг сразу я просто поинтересовался чует массовая закупка книг одной вроде достаточно чтобы почитать и вот он объяснил вот сейчас он в электростале у меня его телефон сохранился и в электростале ведет там секцию здорового жизни или что-то в этом духе так что ни в коем случае не опускайте руки все можно сделать так у меня бумажные вопросы которые были раньше присланы закончились я вижу сейчас еще 9 вопросов сейчас я по одному на них отвечу что вы думаете насчет того что причина смерти исчерпание предела хейфица и что занятия спортом только укорачивают жизнь так как мышцы раньше вырабатывают свой цитологический ресурс определенный пределы хейфица но предел хейфица это количество оборачиваемости клетки там он установил некий предел и он имеет он имеет право на жизнь то есть эта теория имеет право на жизнь безусловно но я не слышал ни одного врача который бы сказал что это неправда а вот как вам сказать если у вас вот эти смотрите представьте что вы делаете все хорошо питаетесь хорошо там воду пьете хорошо но вас привязали это есть китайский такой способ умерщвления привязали не дает двигаться вы через месяц помрете если вам слегка придушить голоду абсолютно все остальное у вас горлышко вернее прихватить слегка то через пять минут вы погибнете хотя все остальное хорошо значит четко надо понять что мы очень сложная система взаимно связанная там вот двенадцать направлений еще двенадцать обратных связей между ними это факториалы организм состоит из 10 в 14 степени подсистем и когда речь идет об одном факторе это как бы ну даже не серьезно разговаривать значит но если вы опуститесь до предела ниже которого уже как бы некуда деваться но я вот про горло вам рассказал про движение и так далее то что происходит занятие спортом точно не укорачивает жизнь но и идиотским спортом укорачивает а нормальный спорт и запугали всех что вот кстати спортсмены живут среднего возраста олимпийских чемпионов около семидесяти лет это я проводил статистику а те кто потом ведут здоровый образ жизни например леон стукель прожили сто лет двукратный олимпийский чемпион так что здесь нужно разбираться и разбираться но вопрос слишком общий чтобы я там деталях разобрался добрый день знаете ли вы книгу Джона Макдугала энергия крахмала сейчас я подвинусь чуть если да то что вы о ней думаете спасибо с книгой Джона не знаком ничего сказать не могу как вы относитесь к совету неумывайкина постоянно употреблять пищевую соду для ощелачивания организму ну я вам скажу что неумывайкин у меня искренне уважение вызывает он постоянно ищет и попытка ой куда же мне это делать то все попытка одним элементом исправить жизнь ну поверьте никогда не приводило к успеху пейте жуйте масло 15 минут выплевывайте и выплюните все болезни помните мертвые и живая вода тут прямо нашествие этих вот приборов там и так далее а вот мы изобрели новый прибор который там чего-то лучше и так далее ну может быть какой-то эффект есть я не знаю но я сторонник системного подхода дыхание движение питание и так далее и так далее где там он неумывайкин это значит в системе питания ну наверное я не знаю но у меня как бы отношение к этому я вообще не верю в это прицельный вот одна штучка какая-то таблетка какая-то еще чудодейственных таблеток на мой взгляд нет но по крайней мере у меня несколько знакомых которые прямо эту соду лопают сколько хочешь и чего-то я не заметил чтобы они потому что вот у меня один знакомый он соду пьет но он толстый как паровоз и он еле ходит он периодически двадцать дней голодает потом снова толстеет и на мой взгляд я не понимаю этого так я проходил тест тест активное долголетие там есть вопрос здоровье по здоровье по разделу образование скажите как образование влияет на долголетие как ее увеличить у меня два высших образования одно специальное я всегда стремлюсь к новым знаниям тест 45 процентов но чего что-то сложного если вы образован условно значит вы точно вот эти начинает работать обратно образование его там ресурс по моему там восемь десять лет сам по себе ресурс потому что сидеть за столом и прочее так сказать ничего хорошего нет там много не накопишь просто сидением но у вас масса обратных связи но вы моете руки вы знаете что хорошо что плохо вы меньше пьете водку она сокращает жизнь вы не курите и знаете почему курить вредно и прочее вот в этом плане голодание это образование колоссальный способ продвинуться продвинуться в образе жизни и вот в этом смысле вы на правильном пути то есть два высших образования вот у меня три высших образования и точно знаю что они мне помогли не как бы не напрямую но посредственно продвинуться в долголетие то я вот эту программу не составил если бы не было этого есть еще по тесту раздел экологии я так понимаю чтобы его увеличить это надо менять место жительства но идеальный способ да то есть если вы переедете из города в деревню то примерно семь-восемь лет жизни и заработаете просто за счет переезда если у вас такая возможность есть то скорее переезжайте я не могу бросить курить делая дыхательную гимнастику заметила что после нее физически курить не хочется но потом желание берет вверх и я закурлю с помощью каких еще упражнений или процедур можно бросить курить и только на или только на силе воли ой олеся но олеся что бы я на вашем месте сделал я просто не знаю ни сколько вам лет ничего но судя по картинке вы юная у нас дама что бы я сделал у меня было два три приятеля я их уговаривал проголодать потому что голод это такое системное очищение организма но по всем правилам как я говорил там вот две недели так всяк выход там и так далее и что меня значит и там проблема такая значит вот этот мой приятель он первые три дня ну еле живой от печали в том что он не может покурить но после четвертого или пятого дня видимо в организме какой-то происходит скачок ты знаешь говорит не хочу даже курить все нормально и он таким образом стер эту как бы вот потому что да на голоде эту как бы потребность стер так что другого я не знаю сила воли действительно это тяжело потому что так сейчас где-то я тут потерял вот Олеся как развивать мускулатуру бедер и ягодиц при коксартрозе чтобы не навредить суставам а в плиту движения очень маленькая стадия 3-4 ну вот что могу сказать на после того как меня вот из-за медицинской ошибки я лежал в постели я мог только стоять или лежать значит я вот по всем правилам который я там написал я проголодал 33 дня еще что-то такое уже во время голода процентов на 15-20 хорошего голода это уже не трехпятидневный голод амплитуда увеличивается но если вы все время в этот период как можете на 3 миллиметра будете подвигать эту систему но я восстановил амплитуду вот той ноги которая была так либо стоять либо сидеть до состояния когда я мог завязать шнурок шнурки стоило мне буквально тут я как-то отвлекся и у меня было какое-то очередное ралли еще что-то такое и перестал упражнения делать амплитуда тут же падает и потом возвращаться опять тем же способом длительным голодом но если вы не по всем правилам войдете если вы эти две зарядки не будете делать и пить как можно больше воды во время голода обязательно надо делать когда как раз амплитуда прямо фантастически начинает увеличиваться вряд ли что получится вам точно станет лучше но насколько чего как это уже зависит от вас от вашего состояния я вас даже не вижу но начать с того что надо протестироваться и тогда будет понятно за что вам браться если пример из вашей практики когда после голодания у женщин в аудитории ху более того я скажу это но ведущая была помните это скажи господи вела с Малахова Проклова была такая ведущая никак не могла забеременеть она проголодала 20 дней я с ней даже разговаривал да родила себе спокойно дочку голод в этом плане вообще репродуктивная функция от голода и не только для женщины до мужчин восстанавливается фантастически прямо в пионеры превращаетесь но только при всех вот этих вот правилах которых я говорю правильное питание дыхание движение но все чего я уже как бы устал повторять я думаю уже усвоили если вы просто голодаете а потом старый образ жизни придете ничего у вас не получится никогда ни при каких болезнях или не болезнях что вы думаете насчет развития умственных способностей как ум влияет на долголетие как его развивать в детстве зрел но я могу сказать у меня был знакомый академик не буду называть его фамилию но действительно гениальный ученый и прочее он был меня намного старше и еще за 20 минут до смерти он прекрасно соображал и так далее и умственные способности вообще тренировка ума у меня никаких болезней от гельзы не было еще ничего у него не было такого это тренировка вообще организм наш это система которая без тренировки перестает работать с тренировкой она всегда работает особенная двигательная нагрузка ну что такое вот лег и перестал двигаться все атрофия мышц белок бесценный он тоже используется на какие-то там желудочные соки или еще что такое начал двигаться мышцы появились исчезли но вот когда вы перестаете двигаться мышцы раскрутили это вот по штангистам видно неделю штангисты если не тренируется у него исчезает процентов 30 30 мышц поэтому наша наш удел с вами так мы устроены всегда двигаться как часто можно проводить семидневное голодание при болезни бехтерева при истощении рост около 180 вес 33 ну слушайте я так вот вы мне на напишите там поподробнее в этот саппорт собака гущу юрий гущу точка ру дам разберемся но прежде всего пройдите тесты покажите что у вас там в каком состоянии у вас образ жизни вопрос от отца 60 лет при голодании первые сутки мучает бессонница без голодания тоже бессонница а шум в ушах как быть ну вроде бы я на этот вопрос уже полностью ответил значит 60 лет это детский возраст это точно не 144 года так что по крупным революционным надо поменять образ жизни если это возможно вот по тем пунктам которые я говорил а их 12 дыхание движение питание водно-питьевой режим ну в общем как положено и тогда все будет хорошо если я ввиду ограничение движение из-за болезни не могу делать правильно описанное упражнение статье 20 лет слушайте что вы все на эту статью ссылаетесь возьмите книгу и сделайте так сказать все как там подробно написано там же выжимки в статье значит но тем не менее можно ли делать как получается конечно о особенно интерес по поводу юги при неправильном исполнении могут быть проблемы со здоровьем так значит смотрите йога что такое йога йога это изменение положения из одного в другой она в общем занимается тем что распределяет кровь в суставах и растягивает мышцы это система на гибкость но главное там дыхание обратите внимание если вы прогибаетесь то на вдохе если вы сгибаетесь то на выдохе вот это правило номер один и вы значит занимаетесь гимнастикой дыхательной а ресурс по дыханию 62 года уже не валяется значит дальше а если вы просто поверну пол перешли из одной позы в другую то не бывает неправильных поз но я когда начинал со своей больной ногой я не мог даже ноги вот лежа положить на диван я их этим самым полотенцем подтягивал их клал на диван ну и это была поза стойка на плечах поза стойки на плечах как получится а потом потихонечку встал на плечи как вот там в картинке есть посмотрите книжку там более как бы подробно все разжевано ну и так сейчас вопрос мне 60 если я не вижу ограничения из-за болезни не могу это делать правильно так какие медицинские обследования рекомендуется ежегодно проводить о ну смотри какие у меня замечательные слушатели в корень смотрят смотрите не подумайте что я хоть на микрон против медицин медицина родила человечество по сути дела вот этот прогресс значит средний возраст был как я там упоминал памяти про Рюриковича от ада я да средний возраст 33 года и так далее медицина начисто увела заразные болезни это медицина медицина объяснила почему руки мыть надо это медицина и срок увеличился в два раза сейчас фантастическая технология диагностики инструментальной раз в год а если что то там как бы не так то раз в полгода надо проходить полный комплекс 12 там вот в тесте они прямо описаны регулярные медицинское обследование может предупредить вас ваши проблемы и это продлит естественно жизнь медицина продляет жизнь это безусловно без всяких смыслов но вот проблема но диагностика в данном случае речь идет о диагностике это раннее предупреждение болезней которые вызваны неправильным образом в жизни первое что должны сообразить не посмотреть на кривую выживание выяснить где вы есть постараться перейти туда повыше как можно и подальше но если у вас извините рак или там еще какая-то болезнь она и надо тогда лечить то есть вы запустили дело до как бы процесс когда он безвозвратный то в этом случае уже ничего не сделаешь надо просто бороться с этим вопросом так у меня вопросы все кончились это вот илья последний вопрос который я задал есть еще какие-то так так вот тут что-то у меня на этом самом и звука нет и видео нет Олеся а что у нас со звуком мы за видим я так я не знаю что происходит я рассказываю да и все так я попытаюсь ответить на вопрос которые есть уже там всем привет все есть звук есть про фильм посмотрел бы справа от а так не лучше слышно так а и так вот так Так, господа, Олеся, что мы делаем? Ну, всё вроде бы, или от меня что-то ещё требуется? Слышали ли вы о системе Голтиса, исцеляющей импульс? Если да, то что можете о ней сказать? Я такую систему не знаю. Хорошо, когда не знаешь, нечего и говорить. При трудном вскармливании, приемлемо ли не есть мясо, переходить на сыроедение? Ой, ну, кроме сыроедения и там мясоедения и так далее, есть ещё много разделов, вот именно остальные, один из питания, одно из важных разделов, и ничего плохого не будет. Я уже говорил, что известны семьи, которые, так сказать, всегда были егетарианцами. Насчёт сыроедения и вскармливания, ну, мне трудно сказать, но вряд ли это будет хуже для организма. В чистую воздух с грязью можно войти всегда. Смотрим, ещё появились вопросы, может быть, сейчас посмотрим. Юрий Петрович, полезно ли голодание при беременности и кормлении, какой срок голодания допустим? При голодании я бы не рискнул, это уж как, да, при беременности, пардон, я бы не рискнул голодать, но это прям как бы очевидно. У вас там и так хватает забот. Вот, а до и потом, когда у вас всё там наладится, и не нужно не голодать, а просто перейти на правильный образ жизни, нужно привести тазовую систему в порядок, значит, упражнения, всех видов и оттенков. Ну, зависимо от того, кто вы есть и что вы есть, скорее всего, вам надо более подробно написать, что и как тогда я смогу грамотно ответить. Слышали вы про систему очистения организма методом Чингисхана, глотать рубленый чеснок, что можно сказать по этому поводу. Ну, это из тех же вот вариантов, кремлёвская диета, ещё что-то такое. Будьте осторожны. Вот, честное слово, сложный метод, это не значит, что метод правильный. Вот, просто спокойно надо к этому относиться. Есть уже тысячелетиями отработанная система правильного питания, и вот, мне больше всего нравится эта таблица Дзень буддизма. Там классически написано, более, самые ценные продукты, это злаки, овощи, фрукты. Это злаки и там орехи и так далее. Второе, это овощи. Третье, фрукты. В этих триаде всё есть, и включая эти самые знаменитые незаменимые аминокислоты и всё остальное. Есть целые страны, занимающиеся вегетарианством, но ничего не случается с ними. И ничем они не меньше живут и так далее. Показано строго на статистике, что вегетарианцы живут дольше. Я уж там не говорю про конкретные примеры. Выше спрашивали по партнёрской программе. Я что-то не упустил. Это система чинга метод МЧИ из Гисхана, не знаю. Слышали о системе Голд, не знаю. Использую материалы ваших книг, написание статей на своём сайте, указывая при этом ваши авторы. Вот, Юрий Петрович, могу ли я использовать материалы вашей книги в написании статей на своём сайте? Ну, конечно, можно. Ссылайтесь обязательно, и больше ничего. Ссылайтесь и на сайт, и на книгу, и вперёд. Полезно для нас и для вас. Вы спрашивали про партнёрскую программу. Я не понял вопрос. Кто что спрашивал? Вот, что у нас предстоит в следующем году будет 30 лет кругосветного ралли. И мы попытаемся организовать ралли в Санкт-Петербург-Дальний Восток. Первый раз мы это сделали в 88-м году. Подчёркиваю, это не гонки на выживание, это исследовательское ралли. Там могут участвовать практически только... Ну, вот раньше был такой блок стоял. Доктор наук и мастер спорта. Вот, чтобы у меня тут иначе сбежалось, там человек 500. И я не знал, как отсортировать. Значит, приглашаю всех, значит, естественно, приглашаю рекламодателей. На бортах автомобилей будет обкле... Машины будут обклеены рекламой. И это очень действенная реклама, поскольку будет пресса, телевидение и всё остальное. Но в прошлый раз у нас среди спонсоров было Шелла, Леветь, Ром, Пуленк, Гострах и прочее. Ну, вот такие у нас так. Вот, только я чего-то проговорил, как ещё несколько вопросов. Олег Найка. Существует ли у вас партнёрские программы в продвижении вашей книги и других полезных и нужных людям материалов? Вот, мы ищем партнёров таких. У нас, к сожалению, пока что вот есть договорённость устная с Ходченко, который собирается в свои... Кстати, он, так сказать, у него там есть большое объединение вегетарианцев, и он предлагает вот свои услуги. Сейчас, чего я сейчас делаю, я прям могу точно сказать. По итогам кругосветной ралли, которую я вот благополучно закончил, ну, у меня есть программы, книги там и так далее. Сейчас хочу написать, средств, честно говоря, не хватает, хочу написать итоговую книгу, такую же красивую, такую же правильно иллюстрированную и так далее. По итогам кругосветной ралли, где вот этот материал, который я вам сейчас рассказал, я хочу включить как основной. Как бы, за что бороться, какие у нас есть возможности и чего лучше не делать и так далее. Так что, здесь большое поле деятельности, это раз, вот книга. Второе, я хочу сделать бесплатный портал, где можно было бы бесплатно тестироваться, получать там консультации, там вебинары, не вебинары, а прямо были бы курсы по питанию, по дыханию, по голоданию и так далее. Средства, проблема средств, проблема времени, команду нужно создать для этого и так далее. Очень об этом мечтаю, поскольку это было действительно полезное дело, которое бы я мог сделать для населения собственной страны. Так, Олег, напишите по поводу партнерской программы на саппорт. Так, Олег, спасибо. Ну, вроде бы все. Больше вопросов. О, опять вопрос сейчас. Так, какие условия участия в ралли СП Владивосток в роли участника на своем автомобиле? Автомобили нам не нужны. У нас они уже сейчас есть. Автоваз и еще крупные компании. Значит, если вы просто водитель, у вас есть автомобиль, этого далеко недостаточно. Но напишите подробно, кто вы, что вы и так далее. Мы будем, это будет Оргкомитет рассматривать. Какие клизмы лучше помогают, если при голодании болит голова? О, слушайте, вот это прям замечательный вопрос. Есть это китайское правило, первое китайское правило, день-ночь называется. Если у вас болит голова, как они говорят, то делайте клизму. А если у вас что-то с желудком, то пытайтесь как бы поменять образ жизни. То есть, по сути дела, подумайте, то есть голова уже работает, подумайте, что делать. Как правило, отчего болит голова, и вот многие рассказывают, мне, я только там 10 дней, фу, 10 дней, 3 часа не поела, у меня начинает болеть голова. Это значит, что вы съели, ну, явно что-то не то. Ну, например, вы смешали картошку с мясом, значит, картошка не переваривается в желудке, там соляная кислота, а это крахмал, но мясо переваривается. Но мясо не может перевариться, потому что картошка мешает. Наконец, этот пищевой комок попал в 12-перстную кишку, там, в общем-то, крахмалы бы могли перевариться, там уже щелочь в 12-перстной кишке, но в этот момент мясо мешает. Значит, этот комок пищевой проскальзывает, тем более у всех зияющие сфинктеры, то есть оно там не задерживается в принципе. И вот этот пищевой комок 13 метров топает до выходного отверстия. А в толстом кишечнике как раз только в этом месте всё всасывается. По дороге ничего не всасывается. В толстом кишечнике всасывается та трава, которая доехала, наконец, до этого места. Ну, и, естественно, организм, есть начальник по этой части, гипоталанус, начинает кричать, как же так, вы меня отравили? Значит, самый простой способ, во-первых, правильно питаться, а уж если это произошло, действительно, вот кто-то спросил, делать клизму, делать бегом, и точно поможет. Поэтому, когда вы начинаете голодать, помните, я вам сказал, две недели вегетарианства и двигательные, дыхательные и так далее нагрузки, и потом войти уже, вот без этих глупостей, ну и будет всё хорошо. Вот, какие клизмы? Да, любые клизмы, от микроклизм, там, 200 грамм, до больших клизм, это уже зависит от, насколько вы в хорошем состоянии, или в плохом, соответственно. Всё. Больше я не вижу вопросов. Так. Ну что, друзья, мы работаем уже, чёрт не знаю, сколько мы проработаем? Два часа. Значит, если нет вопросов, я готов на эту тему как бы закончить. Ещё раз подчёркиваю, начинайте с теста. Ну, не зря я почти 30 лет работал, пытаясь понять, где, как бы, узкое место. Начинайте с теста, поймите, где вы есть, и пытайтесь уже осмысленно, потому что так не разберёшься. Разобраться, куда, чего. Как пройти тест, тут спрашивают. Да очень просто. Зайти сейчас на сайт, и там есть ссылка, как протестироваться. Мы его чуть ли не вчера, наконец, более-менее правильно запустили. Если будут какие-то замечания, просьбы, обязательно нам рассказать, мы в динамическом режиме устраним. Самое трудное было вот как-то сделать там автоматическую систему отъёма денег, чтобы вы не мучились там пересылками по почте и так далее. Сейчас вроде бы тут всё хорошо. так, и вот тут и сейчас да, ссылка вот прямо тут уже лежит, Олеся её показала, куда там что писать. Вот. Ну, пока я, в общем, ничего, кроме Руслана, кроме Комлева и Русланы, которая сказала спасибо, Ирина тут, Еценко, то многие говорят спасибо. Ну, вы видите всё этот процесс. Так, большое спасибо, спасибо. Всё. В особых случаях, когда вот так одним махом нельзя ответить, я с удовольствием отвечаю на все вопросы в письмах. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Всё, что можно сделать, я готов сделать. И в трудных случаях, ну, наверняка у нас тут персон уровня Наговицына был президент Якутии нет, но в конце концов можно сделать семинар очный. Да, Якутия, я всё время путаю, Якутия, Бурятия нет, ну, значит, я готов провести семинар и так далее. Всё это можно организовать через наш сайт, и мы готовы. Очный, заочный, вебинарный и прочее. Вот если будет более-менее такой достаточно объём, то мы можем провести прицельные вебинары уже по конкретным направлениям. Вон, скажите, а члены вашей семьи разделяют ваши убеждения? Разделяют, конечно, и куда им деваться? Кстати, про членов семьи. Я дочку уговаривал, ну, сами понимаете, что называется с детства, ну, правила игры в нашей семье простые, значит, ну, не хочешь, не надо, но рассказать, что бы я предлагаю, это можно. И, значит, она до 29, примерно, там, 28 лет была категорически против всяких вегетарианцев. Сейчас она стала вегетарианцем и меня уже учат, в какой там последовательности что есть и что нельзя есть и так далее. То есть, не все сразу, но, как бы, да, а моя внучка, вот, да, кстати, прогресс какой, а внучка с 16 лет уже начала, стала вегетарианкой и так строго, что мне даже неудобно, когда я вдруг там чего-то не так делаю. Так что постепенно все наладится. Питаться, ну, вот кто-то спрашивает, питаться нужно раздельно, ну, что ж тут это прям прописные истины, не все совсем можно смешать. Ну, кладбище бифштексов, как говорил тот один великий писатель, это неправильно. у меня муж доктор, он, когда я против голодания, все, боится, что кишечник атрофируется, желудок сам по себе, ну, слушайте, но есть медицинская, совершенно четкая технология, называется РТД, пусть муж изучает эту технику, почитает труды Николаева. Ну, и, наконец, есть симпатичная женщина, ее фамилия Орлова, она, где-то там от Ростова-на-Дону или что-то в этом, она ведет, у нее есть собственная клиника лечебного длительного голодания, она доктор медицинских наук, ну, пусть он съездит к ней, поучится, что это такое, ну, прежде чем запрещать, надо понять, что запрещаешь, элементарным образом отправить ее к Орловой, как минимум, но у этих клиник лечебного голодания тоннами, статистика, в книжке есть статистика, прямо вот в книжке есть, покажите это место, там французы голодают, немцы голодают и так далее, есть школы голодания, ну, в России, кстати, один из старейших систем медицинского технологии голодания, 1800, там, какой-то было отработано, я сейчас все фамилии уже стал позабывать, ну, это это абсолютная истина, она не вызывает сомнения, с мужем надо работать не только по другим направлениям, все вроде бы, да, Юрий Петрович, вы ничего не сказали о сне, так, Юрий Петрович, вы ничего не сказали, так, про сон, ну, про сон самый легкий вариант, значит, есть специальные упражнения, там, ну, я не могу его сейчас подробно объяснить, вы меня даже не видите, но смысл такой, что есть если вы просто начинаете дышать как можно медленнее, так, затаивая и выдох, и вдох, то через три минуты вы точно уснете, это я так делаю, по крайней мере, вот, считать овец не советую, по-моему, муторное дело, а вот, еще есть простой способ, значит, бессонница это признак того, что очень много крови в голове, поэтому если совсем плохо, я ложусь на пол, а ноги кладу на диван, кровь оттекает к голове, потом вы наоборот, и все становится нормально, распределение крови, бессонница связана с распределением крови, ну, детали, конечно, это невозможно ответить, пройти тест можно по ссылке, вот тут пишут, Олеся пишет, пройти тест можно по ссылке, прямо вот, набирайте эту ссылку и читайте, какой вид спорта порекомендуете, и это как бы для меня как бы не больная тема, но довольно важная, смотрите, что такое вообще вид, вообще, что такое спорт, это значит на пределе своих возможностей вы должны сделать то, что никто раньше вас не делал, если это до вас не делал, а там конкурентов целая толпа, Значит, если вы говорите о профессиональном спорте, это один вариант. Если спорт, ну, не ставится задача поставить олимпийский рекорд, то это другое дело. Ну, для женщин у меня предубеждение, может быть, я, когда вот я был на 12 олимпийских игр, и всегда с удовольствием снимаю гимнастику, не спортивную, а именно вот художественную гимнастику, на мой взгляд, лучшего нет. Все там блестяще налажено, просто фантастически. Но с мужчинами в данном случае, трудно сказать, для здоровья. Видите, тогда для женщин гимнастика, а художественная гимнастика блестящая, блестяще. Все там как бы вот к месту, все по делу и пригождается в оставшейся жизни. Это блестящая форма всегда, это ровная стойка. А ровная стойка – это сразу лет 15 жизни там в запасе становится. Как только начинаем сгибаться вперед или назад, считайте уже что-то не то. Для мужчин широчайший выбор, но из того, чего я знаю, аэробные нагрузки, в общем, бег на длинные дистанции, ну не вот эти 42 километра, а вот до 10-15 километров – идеальные дистанции. Короткие дистанции, с ними долго не побегаешь, а вот длинные дистанции – это на всю жизнь. Больше удовольствия у меня был приятель Лёва Новиков, и он меня научил вот этим бегом трусцой по лесу. Что-то дождь идет, 15 километров мы бежим, там что-то беседуем о чем-то. Более прекрасном состоянии я не помню. Ну и это, конечно, дело вкуса тоже. Кому как, что называется. Ну у нас есть там большие любители дручины, там драться. Бокс я прям категорически запретил. Просто травмирует людей. Но, в общем-то, дело вкуса. В конце концов, кто как, кому что. По-моему, все. Так, ну, большущее спасибо Андрею и Олесе. Собственно, вот этот вебинар они обеспечили. Я бы сам бы точно не справился. Это мои ассистенты, которые тут блестяще все руководили мною. И я теперь как бы чувствую себя совершенно спокойно. Вроде я ничего плохого не успел сказать. Но мы теперь уж и не скажу, поскольку я заканчиваю семинар. Всем здоровья и долголетия, удачи, успехов. И знайте, правило номер один. Если вы моргаете, значит снова можно бежать. Если вам не 144 года. В среднем. Так что не бывает больных. А бывают просто незнающие люди, которые просто не поняли, что к чему. И вспомните главное правило. Когда у вас должно лежать где-нибудь там крупным планом, пока вы его не выучите. Образ жизни. Образ жизни это причина болезни. И поэтому сначала устраняйте причину. Но это не значит, что не надо идти к врачу. Пожалуйста. Вот не игнорируйте медицину. Она очень полезна. Но попробуйте сначала образ жизни поменять. Вот помните, я вам рассказывал про не слышу ничего. Я услышал через две недели. Ну, так бы до конца жизни Бетховен бы у меня на ушах бы и висел. А это, как видите, неправильно. До свидания. Средний возраст был 33 года и так далее. Медицина начисто увела заразные болезни. Это медицина. Медицина объяснила, почему руки мыть надо. Это медицина. И срок увеличился в два раза. Сейчас фантастическая технология диагностики инструментальной. Раз в год. А если что-то там как бы не так, то раз в полгода надо проходить полный комплекс. 12. Там вот в тесте они прямо описаны. Регулярное медицинское обследование может предупредить вас, ваши проблемы. И это продлит, естественно, жизнь. Медицина продляет жизнь. Это безусловно, без всяких смыслов. Но вот проблема... Но диагностика, в данном случае речь идет о диагностике, это раннее предупреждение болезней, которые вызваны неправильным образом в жизни. Первое, что должны сообразить, не посмотреть на кривую выживание, выяснить, где вы есть, постараться перейти туда повыше, как можно и подальше. Но если у вас, извините, рак или там еще какая-то болезнь, но ее надо тогда лечить, то есть вы запустили дело до процесса, когда он безвозвратный, то в этом случае уже ничего не сделаешь. Надо просто бороться с этим вопросом. Так, у меня вопросы все кончились. Это вот Илья, последний вопрос, который я задал. Есть еще какие-то... Так, вот тут что-то у меня на этом самом. И звука нет, и видео нет. Олеся, а что у нас со звуком мы завидим? Я не знаю, что происходит. Я рассказываю, да и все. Так, я вот попытаюсь ответить на вопросы, которые есть уже там. Всем привет. Все есть, звук есть. Профильм посмотрел бы. Справа от... А так, не лучше слышно? А так, не лучше слышно? Так, господа, Олеся, что мы делаем? Ну, все вроде бы, или от меня что-то еще требуется? Слышали ли вы о системе Голтиса, исцеляющей импульс? Если да, то что можете о ней сказать? Я такую систему не знаю. Хорошо, когда не знаешь, нечего и говорить. При трудном вскармливании, приемлемо ли не есть мясо, переходить на сыроедение? Ну, кроме сыроедения и там мясоедения и так далее, есть еще много разделов. Вот именно остальные, один из питания. Одно из важных разделов. И ничего плохого не будет. Я уже говорил, что я известны семьи, которые, так сказать, всегда были егетарианцами. Насчет сыроедения и вскармливания, ну, мне трудно сказать, но вряд ли это будет хуже для организма. В чистую воздух с грязью можно войти всегда. Так. Сейчас смотрим, еще появились вопросы, может быть, сейчас посмотрим. Юрий Петрович, полезно ли голодание при беременности и кормлении? Какой срок голодания допустим? При голодании я бы не рискнул. Это уж как, да, при беременности, пардон, я бы не рискнул голодать. Но это прям как бы очевидно. У вас там и так хватает забот. Вот. А до и потом, когда у вас все там наладится, нужно не голодать, а просто перейти на правильный образ жизни. Нужно привести тазовую систему в порядок, значит, упражнения всех видов и оттенков. Ну, зависимо от того, кто вы есть и что вы есть, скорее всего, вам надо более подробно написать, что и как тогда я смогу грамотно ответить. Слышали вы про систему очищения организма методом Чингисхана? Глотать рубленый чеснок, что можно сказать по этому поводу. Ну, это из тех же вот вариантов. Кремлевская диета, еще что-то такое. Будьте осторожны. Вот, честное слово, сложный метод, это не значит, что метод правильный. Вот просто спокойно надо к этому относиться. Есть уже тысячелетиями отработанная система правильного питания. И вот мне больше всего нравится эта таблица Дзень буддизма. Там классически написано, более самые ценные продукты это злаки, овощи, фрукты. Это злаки и там орехи и так далее. Второе это овощи. Третье фрукты. В этих триаде все есть. И включая эти самые знаменитые незаменимые аминокислоты и все остальное. Есть целые страны, занимающиеся вегетарианством. Но ничего не случается с ними. И ничем они не меньше живут и так далее. Показано строго на статистике, что вегетарианцы живут дольше. Я уж там не говорю про конкретные примеры. Выше спрашивали по партнерской программе. Я что-то не упустил эту систему чеченька метод МЧС Гисхана. Не знаю. Слышали вас в системе? Не знаю. Использую материалы ваших книг в написании статей на своем сайте. Указы при этом ваши авторы. Вот. Юрий Петрович, могу ли я использовать материалы вашей книги в написании статей на своем сайте? Ну, конечно, можно. Ссылайтесь обязательно. И больше ничего. Ссылайтесь и на сайт, и на книгу. И вперед. Полезно для нас и для вас. Вы спрашивали про партнерскую программу. Я не понял вопрос. Кто что спрашивал? Вот. Что у нас предстоит? В следующем году будет 30 лет кругосветного ралли. И мы попытаемся организовать ралли в Санкт-Петербург-Дальний Восток. Первый раз мы это сделали в 88-м году. Подчеркиваю, это не гонки на выживание. Это исследовательское ралли. Там могут участвовать практически только... Ну, вот раньше был такой блок стоял. Доктор наук и мастер спорта. Вот чтобы у меня тут иначе сбежалось, там человек 500. И я не знал, как отсортировать. Значит, приглашаю всех. Значит, естественно, приглашаю рекламодателей. На бортах автомобилей будет... Машины будут обклеены рекламой. И это очень действенная реклама, поскольку будет пресса, телевидение и всё остальное. Но в прошлый раз у нас среди спонсоров было Шелла, Левейтер, Омпуленк, Гострах и прочее. Ну, вот такие у нас... Вот только я чего-то проговорил, как ещё несколько вопросов. Олег Найка. Существуют ли у вас партнёрские программы в продвижении вашей книги и других полезных и нужных людям материалов? Вот. Мы ищем партнёров таких. У нас, к сожалению, пока что вот есть договорённость устная с Ходченком, который собирается в свои... Кстати, он... Так сказать, у него там есть большое объединение вегетарианцев, и он предлагает вот свои услуги. Сейчас, чего я сейчас делаю, я прям могу точно сказать. По итогам кругосветного ралли, которое я вот благополучно закончил, ну, у меня есть программы, книги там и так далее, сейчас хочу написать... Средств, честно говоря, не хватает. Хочу написать итоговую книгу, такую же красивую, такую же правильно иллюстрированную и так далее. По итогам кругосветного ралли, где вот этот материал, который я вам сейчас рассказал, я хочу включить как основной, как бы, за что бороться, какие у нас есть возможности и чего лучше не делать и так далее. Вот. Так что здесь большое поле деятельности. Это раз, вот книга. Второе, я хочу сделать бесплатный портал, это моя... где можно было бы бесплатно тестироваться, получать там консультации, там вебинаров бы... Не вебинары, а прямо были бы курсы по питанию, по дыханию, по голоданию и так далее. Средства, проблема средств, проблема времени, команду нужно создать для этого и так далее. Очень об этом мечтаю, поскольку это было действительно полезное дело, которое бы я мог сделать для населения собственной страны. Так. Олег, напишите по поводу партнерской программы на саппорт. Так. Олег, спасибо. Ну, вроде бы все. Больше вопросов... О, опять вопрос сейчас. Так. Какие условия участия в ралли СП Владивосток в роли участника на своем автомобиле? Автомобили нам не нужны, у нас они уже сейчас есть, и АвтоВАЗ, и еще крупные компании. Значит, если вы просто водитель, и у вас есть автомобиль, этого далеко недостаточно. Но напишите подробно, кто вы, что вы и так далее, мы будем, это будет Оргкомитет рассматривать. Какие клизмы лучше помогают, а если при голодании болит голова? О! Слушайте, вот это прям замечательный вопрос. Есть это китайское правило, первое китайское правило, день-ночь называется. Если у вас болит голова, как они говорят, то делайте клизму. А если у вас что-то с желудком, то пытайтесь как бы поменять образ жизни, то есть, по сути дела, подумайте, то есть голова уже, игра работает, подумайте, что делать. Как правило, отчего болит голова, и вот многие рассказывают, мне, я только там 10 дней, фу, 10 дней, 3 часа не поела, у меня начинает болеть голова. Это значит, что вы съели, ну, явно что-то не то. Ну, например, вы смешали картошку с мясом, значит, картошка не переваривается в желудке, там соляная кислота, а это крахмал, но мясо переваривается. Но мясо не может перевариться, потому что картошка мешает. Наконец, этот пищевой комок попал в 12-перстную кишку, там, в общем-то, крахмалы бы могли бы перевариться, там уже щелочь в 12-перстной кишке, но в этот момент мясо мешает. Значит, этот комок пищевой проскальзывает, тем более у всех изъяющие сфинктеры, то есть оно там не задерживается в принципе. И вот этот пищевой комок 13 метров топает до выходного отверстия. А в толстом кишечнике, как раз только в этом месте все всасывается. По дороге ничего не всасывается. В толстом кишечнике всасывается та отрава, которая доехала наконец до этого места. Ну и естественно, организм, есть начальник по этой части, гипоталонус, начинает кричать, как же так, вы меня отравили. Значит, самый простой способ, например, правильно питаться, а уж если это произошло, действительно, вот кто-то спросил, делать клизму, делать бегом, и точно поможет. Поэтому, когда вы начинаете голодать, помните, я вам сказал, две недели вегетарианства и двигательные, дыхательные и так далее, нагрузки и потом войти уже вот без этих глупостей. Ну и будет все хорошо. Вот. Какие клизмы? Да, любые клизмы. От микроклизм, там, 200 грамм до больших клизм, это уже зависит от насколько вы в хорошем состоянии или в плохом, соответственно. Все. Больше я не вижу вопросов. так. Ну что, друзья, мы работаем уже четвертый, сколько мы проработали? Два часа. Значит, если нет вопросов, я готов на эту тему как бы закончить. Еще раз подчеркиваю, начинайте с теста. Ну, не зря я почти 30 лет работал, пытаясь понять, где как бы узкое место. Начинайте с теста, поймите, где вы есть и пытайтесь уже осмысленно, потому что так не разберешься, разобраться, куда чего. Как пройти тест, вот спрашивают. Да очень просто. Зайти сейчас на сайт и там есть ссылка как протестироваться. Мы его чуть ли не вчера наконец более-менее правильно запустили. Если будут какие-то замечания, просьбы обязательно нам рассказать, мы в динамическом режиме устраним. Самое трудное было вот как-то сделать там автоматическую систему отъема денег, чтобы вы не мучились там пересылками по почте и так далее. Сейчас вроде бы тут все хорошо. так, и вот тут и сейчас да, ссылка вот прямо тут уже лежит, Олеся ее показала, куда там что писать. Вот. Ну, пока я в общем ничего кроме Комлевой Русланы, которая сказала спасибо, Ирина тут, Яценко, тут многие говорят спасибо, но вы видите все этот процесс. Так, большое спасибо, спасибо, все, вот, вот, в особых случаях, когда вот так одним махом нельзя ответить, я с удовольствием отвечаю на все вопросы в письмах. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Все, что можно сделать, я готов сделать. И в трудных случаях, ну, наверняка у нас тут персон уровня Наговицына, президент Якутии, нет, но в конце концов можно сделать семинар очный, да, Якутия, я все время путаю Якутию и Бурятию, Бурятии, нет, ну, значит, я готов провести семинар и так далее, все это можно организовать через наш сайт и мы готовы очный, заочный, вебинарный и прочее. Вот, если будет более-менее такой, достаточно объем, то мы можем провести прицельные вебинары уже по конкретным направлениям. О, скажите, а члены вашей семьи разделяют ваши убеждения? Разделяют, конечно, и куда им деваться? Кстати, про членов семьи. Я дочку уговаривал, ну, сами понимаете, что называется с детства, ну, правила игры в нашей семье простые, значит, ну, не хочешь, не надо, но рассказать, что бы я предлагаю, это можно. И, значит, она до 29, примерно, там, 28 лет была категорически против всяких вегетарианцев. Сейчас она стала вегетарианцем и меня уже учат, в какой там последовательности что есть и что нельзя есть и так далее. То есть, не все сразу, но как бы да, а моя внучка, вот, да, прогресс какой, а внучка 16 лет уже начала стала вегетарианкой и так строго, что мне даже неудобно, когда я вдруг там чего-то не так делаю. Так что постепенно все наладится. Питаться, ну, вот кто-то спрашивает, питаться нужно раздельно, ну, что ж тут это прям прописные истины, не все совсем можно смешать. Ну, кладбище бифштексов, как говорил тот один великий писатель, это неправильно. у меня муж доктор, когда я против голодания, все, боится, что кишечник атрофируется, желудок сам по себе, ну, слушайте, но есть медицинская, совершенно четкая технология, называется РТД, пусть муж изучает эту технику, почитает труды Николаева, ну, наконец, есть симпатичная женщина, ее фамилия Орлова, она где-то там от Ростова-на-Дону или что-то она ведет, у нее есть собственная клиника лечебного длительного голодания, она доктор медицинских наук, ну, пусть он съездит к ней, поучится, что это такое, ну, прежде чем запрещать, надо понять, что запрещаешь, элементарным образом отправить ее к Орловой, как минимум, но у этих клиник лечебного голодания тоннами, статистика, в книжке есть статистика, прямо вот в книжке есть, покажите это место, там французы голодают, немцы голодают и так далее, школы голодания, ну, в России, кстати, один из старейших систем медицинского технологии голодания, еще 1800 там какое-то было отработано, я сейчас все фамилии уж стал позабывать, ну, это абсолютно истина, она не вызывает сомнения, с мужем надо работать не только по другим направлениям, все вроде бы, да, Юрий Петрович, вы ничего не сказали о сне, так, Юрий Петрович, вы ничего, так, про сон, ну, про сон самый легкий вариант, есть специальные упражнения, там, ну, я не могу сейчас подробно объяснить, вы меня даже не видите, но смысл такой, что есть, если вы просто начинаете дышать как можно медленнее, так, затаивая и выдох, и вдох, то лишь через 3 минуты вы точно уснете, это я так делаю, по крайней мере, вот, считать овец не советую, по-моему, утреное дело, а вот, еще есть простой использование, бессонница, это признак того, что очень много крови в голове, поэтому, если совсем плохо, я ложусь на пол, а ноги кладу на диван, кровь оттекает к голове, потом вы наоборот, и все становится нормально. Распределение крови, бессонница связана с распределением крови. Ну, детали, конечно, это невозможно ответить. Пройти тест можно по ссылке, вот тут пишут, Олеся пишет, пройти тест можно по ссылке, прямо вот, набирайте эту ссылку и читайте. какой вид спорта порекомендуете? У-у-у-у, это для меня как бы не больная тема, но довольно важная. Смотрите, что такое вообще вид, вообще, что такое спорт? Это значит, на пределе своих возможностей вы должны сделать то, что никто раньше вас не делал, если это до вас не делал. А там конкурентов целая толпа. Значит, если вы говорите о профессиональном спорте, это один вариант, если спорт, ну, не ставится задача поставить олимпийский рекорд, то это другое дело. Ну, для женщин у меня предубеждение, может быть, я, когда вот я был на 12 олимпийских игр и всегда с удовольствием снимаю гимнастику не спортивную, а именно вот художественную гимнастику, на мой взгляд, лучшего нет. Все там блестяще налажено, просто фантастически. Но с мужчинами в данном случае трудно сказать для здоровья. Видите, тогда для женщин гимнастика, а художественная гимнастика блестящая, блестяще, все там как бы вот к месту, все по делу и пригождается в оставшейся жизни. Это блестящая форма всегда, это ровная стойка, а ровная стойка это сразу лет 15 жизни там в запасе становится. Как только начинаем сгибаться вперед или назад, считайте уже что-то не то. Для мужчин широчайший выбор, из того, чего я знаю, аэробные нагрузки, в общем, бег на длинные дистанции, ну, не вот эти 42 километра, а вот до 10-15 километров идеальные дистанции. Короткие дистанции с ними долго не побегаешь, а вот длинные дистанции это на всю жизнь. Больше удовольствия у меня был приятель, Лёва Новиков, и он меня научил вот этим бегом трусцой по лесу. Что-то дождь идет, 15 километров мы бежим, там, что-то беседуем о чем-то, более прекрасном состоянии, я не помню. Ну, и это, конечно, дело вкуса тоже, кому как, что называется. Но у нас есть там большие любители дручины, там, драться, бокс я прям категорически запретил, просто травмирует людей, в общем-то, дело вкуса. В конце концов, кто как, кому что. по-моему, все. Так, ну, большущее спасибо Андрею и Олесе. Собственно, вот этот вебинар они обеспечили, я бы сам бы точно не справился. Это мои ассистенты, которые тут блестяще все руководили мною, и я теперь как бы чувствую себя совершенно спокойно, вроде я ничего плохого не успел сказать, но мы теперь уж и не скажу, поскольку я заканчиваю семинар. Всем здоровья и долголетия, удачи, успехов, и знайте, правило номер один. Если вы моргаете, значит снова можно бежать, если вам не 144 года. В среднем. Так что не бывает больных, а бывают просто незнающие люди, которые собирают, просто не поняли, что к чему. И вспомните главное правило, когда у вас должно лежать где-нибудь там крупным планом, пока вы его не выучите. Образ жизни есть образ жизни это причина болезни, и поэтому сначала устраняйте причину, но это не значит, что не надо идти к врачу. Пожалуйста, вот не игнорируйте медицину, она очень полезна, но попробуйте сначала образ жизни поменять. Вот помните я вам рассказывал про не слышу ничего. Я услышал через две недели. Ну, так бы до конца жизни Бетховен бы у меня на ушах бы и висел. А это, как видите, неправильно. До свидания. Голодают, немцы голодают и так далее. школы голодания. Ну, в России, кстати, один из старейших систем медицинского технологии голодания, 1800 там какой-то было отработано, сейчас все фамилию стал позабывать, это абсолютно истина, она не вызывает сомнений, с мужем надо работать не только по другим направлениям. Все вроде бы, да? Юрий Петрович, вы ничего не сказали о сне. Юрий Петрович, Винчусь. Так, про сон. Ну, про сон самый легкий вариант. Значит, есть специальные упражнения, там, ну, я не могу его сейчас подробно объяснить, вы меня даже не видите, но смысл такой, что есть, если вы просто начинаете дышать как можно медленнее, так, затаивая и выдох, и вдох, то лишь через 3 минуты вы точно уснете. Это я так делаю, по крайней мере. Вот, считать овец не советую, по-моему, муторное дело. А вот, еще есть простой спор. Бессонница это признак того, что очень много крови в голове. Поэтому, если совсем плохо, я ложусь на пол, а ноги кладу на диван. Кровь оттекает к голове, потом вы наоборот, и все становится нормально. Распределение крови. Бессонница связана с распределением крови. Ну, детали, конечно, это невозможно ответить. Пройти тест можно по ссылке. Вот тут пишут, Олеся пишет, пройти тест можно по ссылке. Прямо вот, набирайте эту ссылку и читайте. Какой вид спорта порекомендуете? у это для меня как бы не больная тема но довольно важная смотрите что такое вообще вид вообще что такое спорт это значит на пределе своих возможностей вы должны сделать то что никто раньше вас не делал если это до вас не делал а там конкурентов целая толпа значит если вы говорите о профессиональном спорте это один вариант если спорт не ставится задача поставить олимпийский рекорд это другое дело ну для женщин у меня предубеждение может быть я когда вот я был на 12 олимпийских игр и всегда с удовольствием снимаю гимнастику не спортивную а именно вот художественную гимнастику на мой взгляд лучшего нет все там блестяще налажено просто фантастически но с мужчинами в данном случае трудно сказать для здоровья видите тогда для женщин гимнастика а художественная гимнастика блестящие блестящие все там как бы вот к месту все по делу и пригождается в оставшейся жизни это блестящая форма всегда это ровная стойка ровная стойка это сразу лет 15 жизни там запасе становится как только начинаем сгибаться вперед или назад считаете уже что-то не то для мужчин широчайший выбор но из того чего я знаю аэробные на грунт общем бег на длинные дистанции ну не вот эти 42 километра а вот до 10-15 километров идеальные дистанции короткие дистанции с ними долго не побегаешь а вот длинная дистанция это на всю жизнь больше удовольствия у меня был приятель лёва новиков и он меня научил вот этим бегом трусцой по лесу это дождь идет 15 километров мы бежим там что-то беседуем о чем-то более прекрасном состоянии я не помню но и это конечно дело вкуса тоже кому как что называется но у нас есть там большие любители дручины там драться бокс я прям категорически вызовет запретил просто травмирует людей но в общем то дело вкуса конце концов кто как кому что по моему все так ну большующее спасибо андрею и олесе и собственно вот этот вебинар они обеспечили я бы сам бы точно не справился это мои ассистенты которые тут блестяще все руководили мною и я теперь как бы чувствую себя совершенно спокойно уровень чего плохого не не успел сказать но мы теперь уж и не скажу поскольку я заканчиваю семинар всем здоровья и долголетия удачи успехов и знаете правило номер один если вы моргаете значит снова можно бежать если вам не сто сорок четыре года в среднем так что не бывает больных а бывают просто не знающие люди которые собираю не просто не поняли что к чему и у вспомните главное правило когда вы вас должно лежать где-нибудь там крупным планом пока вы его не выучите образ жизни есть образ жизни это причина болезни и поэтому сначала устраняйте причину но это не значит что не надо идти к врачу пожалуйста вот не игнорируйте медицину она очень полезно но попробуйте сначала образом жизни поменять вот помните я вам рассказывал про не слышу ничего я услышал через две недели ну так бы до конца жизни бетховен был меня на ушах бы и висел это как видите неправильно до свидания спасибо андрею и алисе и собственно вот этот вебинар они обеспечили я бы сам бы точно не справился это мои ассистенты которые тут блестяще все руководили мною и я теперь как бы чувствую себя совершенно спокойно уровень чего плохого не не успел сказать но мы теперь уж и не скажу поскольку я заканчиваю семинар всем здоровья и долголетия удачи успехов и знайте правило номер один если вы моргаете значит снова можно бежать если вам не сто сорок четыре года в среднем так что не бывает больных а бывают просто не знающие люди которые собираю не просто не поняли что к чему и его вспомните главное правило когда у вас должно лежать где-нибудь там крупным планом пока вы его не выучите образ жизни есть образ жизни это причина болезни и поэтому сначала устраняйте причину но это не значит что не надо идти к врачу пожалуйста вот не игнорируйте медицину она очень полезно но попробуйте сначала образом жизни поменять вот помните я вам рассказывал про не слышу ничего я услышал через две недели ну так бы до конца жизни бетховен был меня на ушах бы и висел а это как видите неправильно до свидания образом жизни поменять вот помните я вам рассказывал про не слышу ничего я услышал через две недели ну так бы до конца жизни бетховен был меня на ушах бы и висел а это как видите неправильно до свидания